Книга «Открытым оком», том 9, тема «Промысла Божия», вопрос 2265. Приходится слышать, что Бог управляет путь человека, но как это в жизни случается, и как узнать, что этот путь мне выпал от Бога, а не сам я его избрал? Приведите пример какой-то. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне для содержания детского лагеря Стана каждый год нужна мука, продукты, но где их взять, кто окажет помощь? Я держу совершенно бесполезную птицу – голубей. В основном это турманы, вертуны. Но весной ко мне на голубятню залетела двухчубатая редкой расцветки – коричневый уродец. Я ее оставил, она у меня замуж вышла за моего голубка белого. Разговариваю по телефону с генеральным директором ликероботочного завода Пальтайлером Робертом Робертовичем. 36402. Телефон. И он спросил, как голуби у меня. Ответил и рассказал про эту гостью, двухчубатую. Он расспросил о расцветке и потом говорит, что это их голубь от его друга Владимира Ивановича. Улетел. Телефон 24-1503. Попросил привезти его к нему. Везу в коробке, а она стонет, недовольна. Встретились, отдал, но появилось новое знакомство с тем, кто может достать муки. Ульянова Елена Александровна. Щедрый помощник. Телефон 66-63-00. Этот путь мне самому не придумать. Но он так пролег и вывел к желаемому мною. Уже через день доставили мне от нее макароны, муки и масло растительного на лето. Хозяин же голубя еще до этого ездил по городу и смотрел, где есть голубятня. Увидел на нашей улице и заметил свою потеряшку. Но не решился войти во двор, постеснялся. Я ему сказал, что не отдал бы голубя. Но тут я сам нуждаюсь в помощи. Еду за мешками к Роберту Робертовичу. И там этот путь заканчивается. Мало того, Владимир Иванович сам мне предлагает еще пару других голубей. И приводит породистых четыре. А этот, залетевший, был из числа трех. Таких же, завезенных с юга. Благодарственные называются. Через два дня голубка эта снова ко мне прилетела. И как же эта самочка любовалась и миловалась со своим супругом любезным. Но снова ее увезли к хозяину, который сказал, И если еще раз она улетит, то пусть уж у вас и живет. Книга Иова 22.28. Цитата. «Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет». Книга Иова 42.2. Цитата. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Приятно начальником быть для себя. Над чревом своим быть епископом и наружно. Язык обуздать, словно коних своих жеребят. Жене быть главой, конечно же, важно и нужно. Послушная тварь разбегается, слыша шаги. Идет властелин и хозяин планеты. Его не затянет в пучину вагин. Он высушит мош гениталий до мумий скелетов. Владыкой над похотью быть продолжителем рода, держать под контролем на мушке седого прицела, не стать боезнежной тварью, себя не угробить, души и тело свое сохранить для великого дела. Победу отпраздновать, гнев потушив и залив, слезой и сознание, немощи полной во всем. Пресветлые энергии, огненных чудо-молитв, греховные тернии выжечь небесным огнем. Не хочется утром с любимой постелью расстаться, прикрикнуть на леность, на кучу привычных болячек. Моя одаренность умом, победные знамя над сластью, вину на других не посметь отфутболить, как мячик. Довольство от чистой победы в душе, здоровью по нервным течет окончанием, иметь в запредельном запрет для очей и ушей, отнятую соской отбросит к сектантским рычанием. Директором быть не кривым, генеральным, в ответах и сметах лукаво хвостом не юлить, ответственность брать на себя, считая такое нормальным, себя осолять и быть солью, сотлевшей в пороках земли. Нельзя пустозвонить, с чужих и своих колоколень, при выгоде стать депутатской холопской подметкой. Могу быть за это осмеен, скандально со службы уволен, свое несогласие возвысить евангельски четко. Не смейся над тем, кто душой поступиться не смел, он в этом свободно добытом поступке себя обретает. Широкий простор у таких для божественных дел, стезя к преисподней заросе, чистая краю. 16.06.04. Игнатий Тихонович Лапкин 16.06.04. Игнатий Тихонович Лапкин